здравия желаю уважаемые зрители итак сегодня мы разработал новую схему эта схема может применяться значит не для выработки тока а для движения допустим на велосипед так как пока моторы слабые вот этот мотор на 110 ватт то это мощность такого велосипеда примерно 50 ватт вот это крутится будет колесо вечно 50 ватт то есть это пойдет на детскую на детскую коляску а если увеличить этот мотор даже это оставить это на 400 ватт потянет увеличить этот мотор то и на взрослый велосипед то есть раза четыре хотя бы то будет примерно 200 ватт вместо 50 200 ватт это уже вполне вот как сейчас велосипеды ставят мотор 200 ватт велосипеды с мотором вот это можно но дело в том что это громоздкое это скорее всего на трехколесный какой-то велосипед 200 ватт он будет медленно ездить но верно и вечно какой принцип применил значит принцип применяется рычаг видите рычаг для того чтобы увеличить мощность дальше применяется мотор магнитный который сразу выдает ток этот ток не для того чтобы для питания там чего-то а для обратного для самозапитая вот этого колеса то есть только здесь немного где-то значит потребление вот этой системы 27 ватт только выдается где-то 59 ватт току то есть вполне хватит на повторное то есть надо вместо сети сейчас от сети подключены сети подключены надо применять батарею я говорил уже батарею тут небольшую если тут 50 60 ватт в час батарею там на 300 ватт небольшую там даже на 200 чтобы это не тяжелая она была можно с этих применять даже литий-ионные вот спаять и вот мах маховик это колесо маховик вот маховик должен как я вот исследовал не тяжелый объемный тут дело в объеме вот это у меня были еще маленькие колеса я сегодня их выкинул они не дают никакой прибавки вообще то есть если это вот колесо если колесо еще больше сделать то будет еще больше кпд понимаете выход но чтобы она по весу было такое же но объемом больше там допустим два раза а ты вспомните первые велосипеды там были здоровенные колеса а потом это убрали невыгодно то есть надо маховик чтобы был не тяжелый когда тяжелый он просто заглушит мощность и все мощность мотора созрет и все а когда он объемный когда он объемный он дает значит большую инерцию сейчас запустим применяется реле амрон значит ставим здесь на 1 секунду работает 4 секунды стоит то есть метод инерции сейчас запустим посмотрите так вот я запускаю пока через сеть подключим подключим и пока то есть применяю розетку чтобы для опыта чтобы не сказалось на сети общей отдельную розетку провел отдельный автомат то есть ничего выбит автомат всякая может быть так ну вот сейчас запускаем запустили реле и запускаем этот подождем пока дает даст разгон он сначала медленно то есть ему надо время примерно минуты минуты две до полного разгона разгоняется видите все быстрее быстрее ускорение идет с помощью рычага значит увеличится кпд и с помощью маховика здесь рычаг то есть маховик он тоже как рычаг поэтому его надо пообъемней то есть одну секунду работает всего одну секунду 4 секунды стоит но продолжает выдавать ток и продолжает вращение так вот мощность почти не теряется сейчас вам скажу как она теряется на сколько вот смотрите значит максимальная 1.26 минимальная 1 минимальная 1 и 4 сейчас значит выключим расскажу я схему как она состоит из чего как она действует я уже зарисовал замеры произвел заранее чтобы вас не путать значит вот она схема вот схема значит вот он мотор магнитный вот он так дальше рычаг вот рычаг дальше мотор для движения велосипеда там или последствия если будут мощные машину можно на таком делать принципе маховик колесо маховик так вот оно все дальше значит даем питание отсюда пока сети а в дальнейшем здесь будет батарея 2 скорее всего батарея чтобы подавалось 26 как вот здесь по схеме можно и больше это в дальнейшем но это для как говорится опытный экземпляр дальше здесь стоит реле 1 секунда работает 4 секунды стоит рептилоид говорит что реле надо ставить вот сюда так разницы нету никакой сюда даже лучше так ток идет и сюда назад сейчас в счетчик то есть счетчик немножко откатывается при разрыве и сюда вперед понимаете самоиндукцию дает то есть это тоже сказывается на производительности дальше выпрямитель вот это стоит 26 вольт вот он черный 4 ампера работает он одну секунду а 4 стоит потребляет в итоге 27 ватт 27 вольт написал ватт и дальше и здесь этот мотор крутится и выдает значит первый раз 13 ватт вот этот выдает так как он 124 а там был 1.26 и 1.4 то есть 10 раз меньше 13 ватт и потом 4 раза по 11.5 ватт итого 59 ватт он выдает так и плюс на кручение колеса при скорости 27 26 вольт это у нас значит рассчитан мотор на 220 он выдает всего сейчас вам скажу так 220 разделить на 26 8 и 46 раз меньше то есть если у него 17000 оборотов 17000 разделим на 8 и 461 он выдает 2000 оборотов скорость вращения при данном если увеличить напряжение то будет больше оборотов вот все то же самое будет то есть по этой схеме можно строить электрические автомобили велосипеды и так далее только на запчасти я об этом говорил и показывал даже какие запчасти то есть то есть 2000 где-то делим на 8 461 он потребляет 47 ватт видите но так как он работает одну секунду всего одну секунду то потребляет всего 27 27 ватт то есть намного меньше и вот и получается что тут он значит 47 47 ватт 47 ватт выдает для кручения 47 ватт пять раз первый раз когда он включен и 4 раза скорость не снижается у него то есть для того чтобы веркеть с колесом такой мотор на 47 ватт то есть помножим на 5 235 ватт и тут он выдает плюс 59 ватт для того чтобы самозапит сделать то есть вернуть вернуть этот ток потом когда батарейка одна разрядится поменять батарейки одна будет заряжаться а вторая будет заряжаться и вот это вот вернуть даже еще тут 20 20-27 ватт остается для какой то лампочки там допустим на борту велосипеда там фары светить там может заряжать этот самый ну как его айфон заряжать сделать зарядку то есть 235 плюс 59 294 а потребление 27 разделим на 27 и помножим на 100 1088 КПД такое устройство 1088 и эти пропорции будут сохраняться если нарастить мотор вот этот вот сделать больше маховик этот даже можно оставить вполне потянет тут потянет мотор вот этот киловатт киловаттный потянет вполне то конечно будет это применяться даже на автомобиль а если там 2 киловатта но мотор вот этот надо для вращения высокооборотный и это желательно хотя это не обязательно но чтобы это ну все-таки повыше 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 напряжение чтобы выходное было здесь 12 выходное при максимальных оборотах но есть моторы магнитные там и на 220 выходит лучше даже на 220 тогда будет выше производительность тем меньше напряжения тем меньше как раз затрат но вот такая схема то есть она готова осталось 2 батарейки можно будет когда батарейки придут а здесь еще будет я не показал повышайка с одного у меня я вот заказал повышайка скоро придет посмотрю подключу с одного вольта 1.26 тут до 14 и будет заряжать батарею заказал 2 повышайки с Китая уже отправлено осталось только 2 батареи то есть насобираю на 2 батареи можно будет это как макет показать а дальше уже надо будет собирать покупать большие моторы